Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Самый массовый экзамен. В связи с ограничениями, яга по русскому языку, школьники сдают два дня. Особенная атмосфера и вкусные блюда. Кофейни Прайм открыла свои двери для посетителей. Почти 11,5 миллионов человек во всем мире заразились COVID-19. Умерли более 500 тысяч пациентов. Вылечились свыше 6 миллионов 179 тысяч человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса. Некоторые страны обратились в пять снять ограничений. Так, в Сербии белгородский спорткомплекс «Арена» оперативно переоборудовали во временную больницу на 500 мест для пациентов, заразившихся коронавирусом. Режим чрезвычайной ситуации введен в 11 городах Сербии. Юг, центр страны и столицы эпидемиологи считают очагами заражения вирусом. В Белграде вступило в силу решение о штрафах 5000 динаров. Это примерно 3400 российских рублей для тех граждан, которые отказываются носить маски в общественном транспорте. В России за последние сутки выявились выше 6600 случаев заражения коронавирусом. 28% из них не имели клинических проявлений болезни. Всего в нашей стране с нарастающим итогом зарегистрировано почти 688 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели с начала эпидемии 454 тысячи россиян. Умерли 10 296 пациентов. В Нижегородской области за сутки выявили еще 212 случаев заражения COVID-19. Таким образом число заболевших достигло 18 826 человек. 12 360 нижегородцев, а это более 65% от общего количества пациентов, у которых был подтвержден диагноз коронавирус уже здорово, скончались 268 человек. Лечение на дому получает около 4600 жителей региона. У них болезнь протекает в легкой форме или без симптомов. Всего в Нижегородской области на коронавирус протестировали более 428 тысяч жителей. В Сарове с начала пандемии зафиксировано 608 случаев заражения коронавирусом. 297 человек выздоровели. 44 горожанина проходят лечение в клиниках Сарова и Нижнего Новгорода. В инфекционном отделении клинической больницы номер 50 лежат 37 саровчан. 7 находятся в больницах областного центра, один из них в тяжелом состоянии. У большинства заразившихся болезнь протекает бессимптомно, либо в легкой форме. У некоторых людей вообще транзиторно. То есть какое-то время они выделяют, очень короткое время выделяют в окружающую среду этот вирус и благополучно перестают его выделять. При этом, кстати, не всегда вырабатывается иммунитет. Большое количество бессимптомных заболеваний может говорить о том, что вирус ослабевает и пандемия постепенно движется к переломному моменту. В Сарове уровень заболеваемости пока находится на плата. Мы сейчас с вами находимся на первом этапе снятия ограничений. И второй нам не светит до тех пор, пока коэффициент распространенности заболевания не упадет ниже. Под наблюдением медиков остается 218 саровчан. За время пандемии ежемесячный доход у большинства людей снизился, в то время как цены на товары и услуги продолжают расти. В официальных группах канала «16» в социальных сетях мы обратились к горожанам с вопросом, какой ежемесячный доход им нужен для комфортной жизни. Мнения саровчан разделились практически поровну. Меньше всего горожане хотят получать 20 тысяч рублей в месяц. Но и доход свыше 100 тысяч ежемесячно не набрал большинство голосов. Оптимальные саровчане посчитали зарплату в 70-100 тысяч рублей. 6 и 7 июля школьники сдают самый массовый экзамен. На вопросы тестов по русскому языку ответят 532 выпускника этого года. На 27 заданий у ребят будет 3,5 часа. Как проходит экзамен в условиях режима повышенной готовности? О сложностях и преимуществах нового формата выпускных испытаний нашей съемочной группе рассказали сами старшеклассники. В этом году ЕГЭ по русскому языку прошел в необычном формате. На входе каждому ученику измерили температуру, выдали маску, перчатки и обработали руки антисептиками. Проверили с головы до бедер металлоискателем. По несколько человек стали запускать в аудитории, сказали, кто где находится. Мы все разошлись, ожидали время, когда нам сделают первый инструктаж. А после заветные начинаем. На все про все 11-классникам давалось 3,5 часа. За это время ребятам предстояло ответить на два блока вопросов. Для Леры Ильгузиной сложным оказался блок «Б». Нужно было определить, допустим, правила постановки запятых, двоеточий, тире. Найти схожие предложения, определить проблему в тексте. Нужно было написать по этой проблеме определенное сочинение, соответствую всяким критериям. Даша Кудрявцева издавать русский язык было просто. Девушка готовилась к экзамену несколько лет. И даже на самоизоляции она старательно проходила тесты, чтобы на ЕГЭ набрать как можно больше баллов. Даша планирует поступать в педагогический университет. Надеюсь, что хотя бы 80 баллов. Если учил все это время, то несложно. А если никуда не ходил, то немного сложновато, потому что это же по школьной программе. После экзамена ребята еще долго не расходились. Ждали своих одноклассников, делились с ними впечатлениями. Обсуждали задания и звонили родителям. Выпускникам осталось совсем немного. И можно будет сделать небольшую передышку. А потом наступит следующий этап – студенческая жизнь. Илья Новошкородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Роспотребнадзор запретил массовые детские мероприятия до конца года. В детских садах и школах вводится обязательная проверка температуры у детей и взрослых. В школах за каждым классом предложено закрепить отдельный кабинет. В нем будут проходить занятия по всем предметам, кроме тех, для которых нужно специальное оборудование. Игрушки в детских садах будут дезинфицировать каждый день. Помимо этого, до конца этого года Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях на территории других регионов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Нижегородская область получит более 300 миллионов рублей на дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений, работающих с больными коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно документу, специальные пособия для соцработников будут выплачивать вплоть до 15 сентября. Выплаты составят от 10 до 60 тысяч рублей. Точный размер будет зависеть от рода деятельности соцработника, а также того, был ли в учреждении, где он трудится, выявлен коронавирус. Саровчанам предлагают выбрать артистов, которых они бы хотели видеть на сцене в день празднования 75-летия атомной отрасли. Торжественные мероприятия по этому случаю, напомним, пройдут в конце сентября. Отдать свой голос в поддержку любимого исполнителя можно в приложении «Гражданин страны Росатом». На выбор представлено почти 50 артистов, в том числе Денис Мацуев, Егор Крит, Олег Газманов, Баста, Семен Слепаков, Дмитрий Маликов и другие. Голосование продлится до 10 июля. В Сарове продолжает работу горячая телефонная линия по экзаменационной кампании 2020 года. Задать интересующие вопросы граждане могут по номеру 95520 в среду с 15 до 16 часов и 95521 в будние дни с 14 до 16. Горячая линия будет работать до 20 августа. В минувшую субботу юг Нижегородской области накрыл грозовой фронт. В Саровне погода пришла после обеда. После изнуряющей жары сначала налетел шквалистый ветер, который закрыл небо тучами. Хлынул проливной дождь, местами выпал град размером с ядро лесного ореха. Кое-где повалило деревья и повредило кровлю зданий. Эти деревья повалил прошедший выходные ураган. И это не единственное последствие грозы. Сильный дождь и порывы ветра нанесли немалый ущерб городу. Ливень затопил улицы Зернова, Музрукова, Советскую. Шквалы ветра снесли крышу одного из зданий больничного городка на Маслихе. И повалили более десятка деревьев. В районе 15.00 над городом сгустились тучи. Буквально за 10 минут в Сарове наступил апокалипсис. Мощными порывами ветра людей сбивало с ног. Сыпался град. Горожане укрывались от дождя кто где смог. Было очень страшно. Деревья на земле внулись. Я перепугалась, честно. Здорово гремел гром, молния и даже у нас свет отключился. Переждал в магазине, как он стих, успел добежать до дома. Была в магазине в Кубе. Вышла, дождь идет. Домой шла по колену в воде. От урагана пострадало и личное имущество горожан. Ветер снес заборы в садоводческих хозяйствах, а крупный град повредил несколько автомобилей. У меня на машине остались последствия. Следы от града. Град был серьезный, поэтому мы увидели их не сразу, но на следующий день заметили. Просто смерч. Разодрало две сливы. Ну, старые они, конечно, но очень мощные. Значит, у яблони отвалился сук. Ну, с дерева, наверное. Ну, естественно, картофель там, все полегло. Лук. В общем, был ужасный. Я бы не упала. Муж у меня там был как раз. Если ураган застал вас врасплох, то не паникуйте. Первым делом необходимо найти укромное место. Отойти от окон и дверей и занять безопасное место у стен внутренних помещений. В коридоре, в ванных, комнатах, туалетах. Погасить огонь в печах, выключить электрическую энергию, закрыть краны на газовых сетях. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Оставили на время около дома, вернулись. Их нет. Возле одного из подъездов многоэтажки по улице Герцена исчезли БУ-стеклопакеты. Их вынесли к подъезду, чтобы потом отвезти в другое место. Но пока ждали грузовые машины, стеклопакеты кто-то погрузил в свою и увез в неизвестном направлении. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Жительница Сарова стала жертвой телефонных мошенников. Сотруднице ядерного центра поступил звонок от якобы работника банка, который сообщил о подозрительных операциях с банковским счетом. Женщина знала о распространенных видах мошенничества, но поверила незнакомцам на том конце телефонного провода и перевела средства на неизвестный счет. Предложили ей перевести все денежные средства на сберегательный резервный счет. И не усомнившись в том, что это могут быть мошенницы, мошенники гражданка перевела денежные средства в размере 312 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 кража. За минувшую неделю произошло три ДТП. В одном из них при развороте на перекрестке улиц Димитрова и Музрукова водитель автомобиля Датсун не уступил дорогу автомобилю Мазда. В результате ДТП водитель автомобиля Мазда ЦХ5, женщина 69-го года рождения, получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей головы, растяжения связок шейного отдела позвоночника, ушиба и ссадь на предплечье. От госпитализации она отказалась, была отпущена соответственно домой. На перекрестке проспекта Ленина и улица Чапаева водитель 38-го года рождения не уступил дорогу мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение. Примечательно, что мотоциклист был бесправ. Решили они обратиться в страховую компанию самостоятельно. Изначально телесных повреждений ни у кого не было. Но потом водитель мотоцикла все-таки решил проверить свое здоровье, обратился в приемное отделение КБ-50, где ему был поставлен диагноз ушиб мягких тканей локтевых суставов и мошонки. После осмотра врачом был отпущен домой. Также за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД составили протоколы на 8 человек, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде. Еще один водитель был задержан предположительно в состоянии наркотического опьянения. Кофейня «Прайм» в торговом центре «Атом» вновь открыла дверь для постоянных клиентов и новых гостей. В заведении установили систему видеонаблюдения. За столиками пока может находиться не более 4-х человек. Но эти требования ничуть не повлияли на особую атмосферу кофейни. Напитки и угощения все такие же вкусные, а обслуживание на высшем уровне. Поход в ресторан или кафе стал настоящим событием, которого все так долго ждали. После снятия строгих ограничений, наконец, появилась возможность посидеть за чашкой кофе в уютном заведении. Кофейня «Прайм» открыла свои двери для гостей после долгого перерыва в связи с пандемией. Заведение работает в прежнем режиме с соблюдением мер эпидемиологической предосторожности. Все очень рады, что мы открылись. И вот в связи с этим мне как раз хотелось еще обратиться к нашим гостям. Сами понимают нашу обстановку. То есть, чтобы не было нам нареканий со стороны администрации, соблюдать дистанцию. Мы все разметили. Есть антисептики, салфетки. Видеонаблюдение мы подключили. То есть, за нами также смотрят. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы у нас было безопасно. Обязательное условие посещения кофейни – маска. Если ее под рукой не оказалось, все необходимые средства защиты можно взять на входе. За одним столиком могут разместиться не более четырех человек. Чтобы не создавать столпотворение, гостей, которые заглянули на бизнес-ланч, будут обслуживать в залах ресторана. Чтобы им было комфортно у нас находиться, мы приняли решение, что бизнес-ланч на все это время будет в ресторане «Прайм». Там помещений больше, там подойдет официант. Гости возле кассы стоять не будут. То есть, они пришли в масочке, сели за столик, масочку сняли. Проблем никаких нет. Посетителей ждут вкуснейшие торты и пирожные, пицца, салаты и супы, кофе, чай и освежающие коктейли. Деловые романтические встречи и беседы с друзьями пройдут безупречно и вкусно в кофейне «Прайм». В торговом центре «Атом» – первый этаж. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана «Прайм». Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте праймсаров.ру